Всем привет! Вот мы встретились с ноль. До звания ролика написано, что я не беру трейды, но знаете, я немножко вас обманула. Стоило написать почти не беру трейды, потому что иногда я все же смотрю, что там есть и пишу авторам. Но все равно есть ряд причин, из-за которых я просто остерегаюсь трейдов, и сегодня я расскажу вам про них. К сожалению, арт-комьюнити не супер милое и розовое облачко, там много кидалов и хейтеров, людей, которые считают себя лучше других, и просто немного нет мира сего. Ну, в плохом смысле этого слова. Я про это говорила в видео про плохих художников, так что я не буду долго говорить про это сейчас. Конечно, в первую очередь перед трейдом я проверяю, не сливали ли художника за неотдачу артов, за воровство и прочее-прочее. Таких мне пока не попадалось, кстати, видимо я везучий и все авторы умнички. Итак, как вы знаете, трейды это обмен артами и репостами в паблике. Для меня трейды раньше были способом раскрутки, ну и знакомства с другими людьми и их персонажами. Хотя последняя конечно тяжкая, мало кто из авторов скидывал инфо о персах, даже после моей просьбы. Так что, наверное, не сильно и считается. Меня кидали с трейдами часто, особенно в начале творческого пути, когда я еще не умела трейдиться и у меня было очень мало людей в паблике. Сразу скажу, что это не основная причина моей неприязни к трейдам, так что продолжим. Часто бывало, что я рисую арт, а взамен мне ничего не рисуют. Вот сидишь, ждешь, как лох, а чел тебя уже давно в честь кинул и забил на тебя. Ведь ему пофиг, арта у него уже есть. И таких людей мы не уважаем, так поступать просто плохо и ужасно, надеюсь всем понятно почему. Кидаловы и воришки это даже скучно, наверное много у кого такое было, но как я уже сказала, это не основная причина, по крайней мере на данный момент. Раньше я больше беспокоилась из-за этого, теперь мне кажется, что со мной так просто не поступят, зато сделаю другое. Итак, возможно не самое популярное мнение насчет трейдов, хотя я не уверена, я просто ни у кого не спрашивала, что они думают про это. В общем рисунок это скорее приятный бонус, общая суть трейдов это как раз реклама и обмен аудиторией. По крайней мере у меня так было раньше. Когда у тебя уже есть аудитория, все становится с точностью наоборот. Теперь я просто выбираю по работам того, кто мне больше нравится, независимо от количества человек у автора. Впечатление от трейдов мне испортило несколько конкретных человек. Да, они сами трейды, определенные люди и ситуации с ними, и это может не совсем правильно, но что поделать. Итак, когда канал начал расти и аудитория начала быстро приходить, у меня не было долгов перед трейдерами. Оказалось, так думала только я. У меня есть правило, я не делаю трейды первые, если человек сам написал мне. И выходит, наверное, не честно. Поэтому человек кидает мне не целый арт, а кусок со спойлером, где видно, что это мой персонаж и что трейд уже готов. Ну а потом я сажусь, сделаю свою часть и мы заканчиваем все репостами. Итак, у меня было несколько трейдеров, которые меня кинули. То есть мы договорились о трейде, но прошло уже пару месяцев и мне ничего не скинули. Ну, значит, чел передумал, его дело, я же не нарисовала ничего. Ну, так что пофиг, вроде логично. Логично. Итак, вот число людей в паблике резко сдвинулось с одной тысячи в три. И мне сразу приходит сообщение, что вот трейд, я его закончил. Я обрадовалась с одной стороны, потом подумала так стоять. Откуда трейд? Я ни с кем не брала трейд. Но нет, бегу смотреть, а там первый коммент от друга человека. О, это Брис, мы же вчера их смотрели. Нифига, у тебя трейд с ней или что-то такое. И, вау, было очень обидно, если честно. Ну, то есть, пока ты ноунейм, тебе можно не рисовать трейд, я тебе кину. Я могу тебе не сделать трейд, какая мне разница? А вот тебя уже все узнают, вау, тогда вот тебе арт. То есть, мало того, что чел два месяца молчал, воспользовался ситуацией, еще и так палевно, так он еще и персонажа нарисовал не того, о котором мы договаривались. И написал, типа, блин, ничего, что я выбрал другого, ну, а что если я скажу не ничего, ты что, пойдешь переделывать? И я не тот человек, который может кинуть людей после даже договоренности, даже если человек, по моему мнению, поступил некрасиво. Я все равно закончила трейд. Я молча от обиды его доделала и сделала хорошо, чтобы не было наездов, типа, блин, ты на него плохо сделал. Потому что мои обиды не должны мешать моей работе, договору, не знаю. Но этот чел оказался еще большим мудаком, он еще и удалил репост раньше времени, а именно на следующий день. А он должен был провисеть как раз таки неделю. Я репост тоже удалила сразу, как заметила, и вот так все завершилось с этим артером. Ребята, я не тупой. Я понимаю, что большинству хочется трейд лишь ради аудитории. Но когда тебе плюют в лицо ради людей, это некрасиво и неприятно. И я была уверена, что такого больше не повторится. Потому что, ну, там уж точно не было трейдов, я прочекала. Но буквально на той неделе написал человек насчет трейда и спросил, вселили еще договор. Я подумала, что это странно, ведь я проверяла переписку, не было трейдов больше. И знаете что? Да, я чекнула переписку. Знаете, когда мы договорились о трейде? Два года назад! Карл, два года я был нафиг не нужен ему, а теперь вот нужен. Я отказала ему и мы разошлись, но камон, разве так дела делаются, что? Наверное, хуже кидаков и любителей халявы только люди, которым плевать на свои собственные принципы. Однажды мне написала девушка с критикой моего арта в ЛС. Был разнос без фактов, просто потому что человек рисовал хуже меня. А я не помню, говорила я это или нет, но я скажу еще раз. Я просто заведомо не слушаю критику от людей, которые рисуют хуже меня. Ну, просто потому что если ты не можешь нарисовать так, как рисую я, но ты видишь ошибку, с чего ты взял, что я ее не вижу? Значит, я просто не умею и не могу это исправить. У тебя ситуация такая же, зачем ты мне это пишешь? Когда-нибудь я научусь и все будет окей. Это мое мнение, никого не заставляю слушать, но это мой принцип, я так делаю. И там была такая же ситуация, я прочитала, написала спасибо, хотя, конечно, было немножко обидно, как и от любой критики. Хотя и критики там было довольно грубой, с матами, ну вот как любят все эти ваши хейтеры писать. Можно было бы даже назвать человека таковым, только вот буквально за день до этого он мне сам написал с просьбой о трейде. У него было больше людей, чем у меня, около 2к, может 3 почти, а у меня человек 700. И выходит, ее устраивал мой скилл, раз она мне написала первое. Но тогда к чему была такая грубая критика? Я в любом случае уже не узнаю ответа. Меня ее сообщение задело, и я не стала трейдиться даже ради аудитории. Хотя тогда разница была большая, и я могла бы получить в группу много людей. Но просто не стала этого делать. Как вы понимаете, недавно человек мне написал с просьбой о трейде. Та-дам! Странно, теперь его скилл мой весьма устраивает. Хотя вы скажете, блин, Брис, это же было давно, ты, наверное, уже прогресснула, еще и апнула людей. Конечно, одни плюсы, вот он и написал. Да, только вот его арты практически не изменились. Как были портреты, так и остались портреты с абсолютно таким же покрасом. Ну, в общем-то, ничего не поменялось. И это при том, что я ему даже не писала ничего про его арты. Я не оскорбляла его и не делала ничего из того, что сделал он мне. В общем, странная ситуация, наверное. Ладно, думаю, хватит с вас моих трейдеров, хейтеров и прочего. Все же были у меня отличные трейдеры. Просто сегодня речь шла не о них. Рассказывайте свои истории о плохих трейдах, трейдерах и кидоков, не знаю. Делитесь мнением насчет моих ситуаций. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чекайте мой паблик, мою инсту, мой твиттер. Все, что там есть в описании, все чекайте. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...